Идея на миллион, а точнее на 320 тысяч. Именно столько, по официальным данным, в стране инвалидов-колясочников. И каждый на своем жизненном пути сталкивается со множеством проблем, одну из которых предлагают решить в Политехническом университете областного центра. Здесь разработали модель создания функциональной эргономичной одежды для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Идею с восторгом приняли благотворители. Проект назвали «Умная одежда». Рассчитан он на людей с особенными фигурами. Сложность заключается в том, что процесс проектирования одежды в данном случае не может быть серийным или массовым. То есть это адресное проектирование, поскольку нужно учитывать индивидуальные особенности фигуры таких людей, их положение. Ну и опять-таки требования отсюда определяются непосредственно конструкцией самой одежды. Вопрос конструирования такой одежды действительно сложный. У каждого опорника свои особенности тела. Часто встречается асимметрия. Одежда масс-маркет рассчитана на типовые фигуры. Для людей в колясках она, как правило, не подходит. Алла, как любая молодая девушка, настоящая модница. В ее гардеробе много платьев, джинсов и кофточек. Но выбор каждой вещи превращается для девушки в настоящее испытание. Хорошо сидит далеко не все. Мерить неудобно. Приходится тщательно выбирать модели, а зачастую уступать в пользу большего размера или мешковатого фасона. Молнии на спине или сбоку для Аллы не подходят. Дотягиваться неудобно. Некоторые девушки носят джинсы. Это сложно себе позволить в положении аналогичном. Кто-то не любит, чтобы все обтягивало. Это действительно дискомфортно, когда в коляске. Потому что и фигура можешь не позволить, и скромнее позвоночника. Но с моторикой сразу нет пуговицы, молнии. Даже неважно, спереди они или сзади шнурки, завязочки какие-нибудь. Это абсолютно нет. Неотъемлемая часть проекта «Умная одежда» 3D-сканер. Он позволяет создать виртуальный аватар потенциального потребителя и на него проектировать одежду. Лишний раз к примеркам людей, ограниченных возможностей передвижения, не привлекая. Для человека, который большее время проводит в инвалидной коляске, ткань должна быть все-таки гигиеничной. Это во-первых. Ну и снижать давление на какие-то участки поверхности. То есть в данном случае это можно использовать как ткани на основе натурального сырья. Но сейчас современные виды материалов, они не уступают натуральным. Авторы проекта составили смету, подсчитали, сколько стоит приобретение необходимого оборудования и материалов. Тщательно проработали всю технологию производства. О необходимости и актуальности исследования сомнения не вызывает. Любой проект, подобный, он может приносить прибыль. Просто действительно к этому должны подключиться экономисты и действительно просчитать, что на начальном этапе как это будет развиваться. Я повторяю, «Умная одежда» это эксклюзив. Он может зародиться здесь, например, да. И, соответственно, инвалиды же не только в нашем городе существуют, они по всей России. В планах благотворителей и авторов проекта встретиться с представителями бизнес-сообщества и рассказать о том, насколько «Умная одежда» нужна особенным потребителям. Ставку инициативная группа делает на эксклюзивность идеи. Одежду для людей с нарушениями опорно-двигательной системы не производят нигде в стране. И кому, как ни русскому Манчестеру, быть первым в этом благородном деле. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.